А, окей, ясно, одобряю. Ой, да там столько, блин, ты ж помнишь, мы смотрели сколько там его. Да, очень много. Зато много, так сказать, пищи для фанатов, много контента. Так, я думаю, это как-то вот так. Бусти я уже создал. Создаем этот, как-то создаем уровни подписки и набираем 100 подписчиков и начинаем смотреть фейт и выкладывать на Бусти. Да. Как-то слишком спокойно, она согласилась. Короткую, данный поток информации все равно очень трудно усвоить. Я просил короткую версию. Это и есть короткая. Но с момента создания этого видео, хоть об этом никогда не спрашивали, мне было интересно. Так, какой будет длинная версия? Франшиза Пэйта просто поражает меня. Изначально созданное кино Канасо, одна единственная Роги визуальная новелла, в итоге превратилась в многомиллиардную франшизу с количеством контента, который ни один адекватный человек поглотить не сможет. Вы только гляньте на это дерьмо. Вы видите, сколько их? Тут как минимум пять. Очень легко забыть, почему люди все стали фанатами данной франшизы. А новички зачастую забывают. Как раз для таких людей, как я, которые медленно что-то погружаются, а потом не могут из этого выкарабкаться и потребляют весь контент. Не, я... мне понравился первый сезон. На то время, когда я начинал смотреть, там, по-моему, не было так много всего. Я думал, что я посмотрел все, а оказалось, нет. Спросить. В чем вообще заключается Пэйт? Не сэй, я объясню. Главная идея состоит в том, что кучка магов призывает духов настоящих исторических героев, чтобы они сражались между собой за Святой Грааль. Мифический артефакт, исполняющий желание, из-за которого идет война Святого Грааля. Я так думаю, я конкретно смотрел Фейт Стейт Найт. Но, по-моему, они многие начинаются названием так. Короче говоря, кучка магов организует турнир на основе Фортнайта, Апекс Леджендс и ебаных голодных игр из Майнкрафта между всеми вашими любимыми героями из истории и легенд. Чтобы положить начало абсолютному сражению за абсолютную судьбу. Надеюсь, хоть кто-то достаточно взрослый поймет отсылку. А война Святого Грааля — это когда нас утакай. Можно заканчивать это все, что нужно знать. Однако предыстория и лор Фейта невообразимо глубже, чем кажется на первый взгляд. Доходит до того, что каждый спин-офф, аниме, манга, новелла, весь до единого контент, связанный с Фейтом, находится в единой вселенной и располагается в конкретном месте на великом таймлайне. Причем вселенной... Можно просто это как-то взять, начать смотреть анимешки и делать разборы анимешек, проходить игры, читать новеллы и прочее. И просто создать канал на ютубе и на твиче и заниматься только этим. Господи, да люди так и делают! Да? ...включает в себя другие работы НАСУ, что порождает так называемую НАСУ-вселенную. Знаете, что мне показалось хорошей идеей? Что если я попытаюсь объяснить весь таймлайн франшизы Фейт? Ключевое слово показалось в прошедшем времени, ибо это хуёвая идея. Детальное объяснение всего лора и таймлайна Фейта заняло бы как минимум несколько часов. Вы только гляньте на эти страницы с Вики. Это уже не Вики страницы, это, блядь, лайт новелла. Лор Сейбер. Как-то раз какая-то шлюха впроду кинула в меня меч, и я стал королем Англии. В общем, это удлин... Чё бы нет! Укороченная длинная версия, или же укороченная длинная версия, или же просто средняя версия. Я лишь пытаюсь обосновать всё время, что я потратил на эту срань. Просто назови её своей версией. Сумеется, впереди вас ждут спойлеры, но я постараюсь сфокусироваться на лоре во вселенной, а также на расположении каждой серии на таймлайне. Я буду избегать рассказов о том, что происходило в отдельных взятых тайтлах, так что впечатление от просмотра я испортить не должен, если вы решитесь отправиться в этот ад. Ну, я сейчас посмотрю, может быть я всё-таки захочу дальше смотреть. Царя горы я уже почти досмотрел. А там 12 сезонов. Так, думаю, что можно потихоньку переходить к объяснению всей франшизы Фэйт. И ещё не поздно, Гарант. Тебе лишь нужно выключить камеру, удалить видеофайлы, и никто об этом не узнает. Видите этого гигука? Это гигук три месяца назад. Я откладывал съёмку три ёбаных месяца. Просто убейте меня. Три ёбаных месяца, словно диссертацию снова пишу. Приветствую, моё моё Тед Толк. Я буду рассказывать вам про таймлайн Фэйта, а потому решил закосплеить самого сильного слугу данной франшизы. Стива Хуйса. Но прежде чем мы перейдём к самому таймлайну, нам нужно уяснить пару базов... Ну как Стив Чопс, только Стив Хуйс. Ясно. Вы к понятию, чтобы всё потом понять. Во-первых, вот Акаша. Видите ли, Фэйт существует в этом великом мире с магией и магами, в котором можно призывать героических существ из прошлого, настоящего и будущего. И всё это происходит благодаря Акаше. Что такое Акаше? В общем, Акаше это такое метафизическое место, существующее вне пространства и времени, где рождаются все события, души и таймлайны. И мне нравится использовать длинные слова, чтобы звучать умным. Короче, за всё, что когда-либо происходило и за всех людей, которых вы встретили, скажите спасибо Акаше. Нормально, нормально. Акаше существует одновременно, то есть спин-оффов нет, каждый фейт канон, жизнь это ложь, а Дадзинси Сминомото, которая делает Ара-Ара-Свеймура-Ара, тоже канон. И вам меня не... Ара-Ара-Ара-Ара-Ара-Ара. Ара-Ара-Свеймура-Ара. Да-да-да. Мне это позвуч... По-моему, это прозвучало немножко пошлинько. Это Дадзинси. Преупидеть. Не запутались. А. Отлично. Это важная информация, потому что конечная цель каждого мага, живущего во вселенной Фейта, это найти дорогу к самому корню Акаши. Но, Гекук, почему все маги пытаются добраться до корня Акаши? Ну, я рад, что ты спросил, наверняка запутавшийся зритель. Мне кажется, местные эти... Гербатонщики тоже пытаются добраться до местного корня Акаши. Они ещё те Акаши. Надеюсь, вы не запутались. Это только начало. Что ж, это отличное время, чтобы поговорить о системе магии в НАСА-Вселенной. Потому что, как мы с вами уже выяснили, в этой вселенной существуют маги, которые используют чародейство, что равно магии. Да? Неверно. Ошибочно. Вероломно. Неправильно. А? Больше синонимов не могу подобрать. Ты что, идиот? Кто вообще в здравом уме и трезвой памяти мог подумать, что магия и чародейство это одно и то же? Посмотрите. Типичный человек, который не может отличить магию от чародейства. Не-не-не-не-не-не. Вот чародейство. Слабенькая подделка в упаковке с надписью «Поверить не могу, что это не магия». А вот уже истинная альфа-магия. Эта херня уже наивысшая... Ох ты, ё-моё. Маги хотят владеть именно ей. Херня, которую попробует Гордон Рамзи и скажет... Хм. Наконец-то. Магия. Но эту магию заполучить могут только маги, которые узрели Акашу. И как только кто-то получает её, путь до Акаши исчезает и использовать магию может исключительно получивший её маг и его прямые потомки. Магии ни у кого нет. Все хотят добраться до Акаши, чтобы не использовать чародейство из магазина «Всё по 39». Хули так сложно-то? О боже, что если бы третьим видом магии была способность создавать порнуху по фейту? Ну что мешает всем этим магам добраться до этого мифического места под названием Акаша? Ну, существует такая неприятная вещь, как сила противодействия. Это этакий защитный механизм, который предохраняет мир от вымирания, ибо земля живая, но пока забейте на это. И сила противодействия состоит из двух частей. Коллективное подсознательное стремление людей к выживанию, Алая, и воля самой планеты, Гайя, онлайн. Почему это так важно? Потому что у силы противодействия имеются мощные механизмы защиты. Например, призвание духов из истории и легенд Земли для самозащиты. Их мы зовём слугами. Звучит знакомо? Она помешает любому достигнуть Акаши, того самого замороченного места. Нужно её как-то обходить. Вы со мной? Вы со мной? Хорошо. Если вы уже запутались, то позвольте представить вам фразу, которая весь в одном фейта дорожит, как зеницей ока. Вроде не запутались, но вроде ничего не поняли. Ну что-то поняли. Ну что-то не поняли. Ничего не понятно, но очень интересно. Что-то понятно, но не очень понятно. Ну вроде понятно. Все хотят Акашу, но Акаша не хочет к ним идти. И Земля им не даёт это. Точнее, сила противодействия. А Акаши не хочет никого. Ага. Встаньте от Акаши. Она хочет спаться. Да. Свернуться в пледик и спад. Кушать и спать. Ибо это является аналогом священного писания. Забейте на это. Почему персонажи Фейт стоят на это очень мило вместе ужинат, а не пытаются друг друга убить? Забей на это. Как работают пузыри реальности? Забей на это. Что такое луна? Забей на это. Нет, нет. Прошу, забей на это. Не спрашивай про луну. Я не буду объяснять ёбаную луну. Напомню. Акаша это тили-тили троллевали со временем, пространством и реальностью, куда хочет попасть абсолютно каждый маг, чтобы они смогли пользоваться самой мощной и чистой магией. Но единственное, что им мешает, это сила противодействия, которую им надо как-то обойти. Вы это поняли? Это вся базовая информация о мире, которую надо знать. Перед вести в теймлайн. Просто глаза. О, боже мой. Мы только дошли до таймлайна. Знаете, изначально я хотел буквально визуализировать таймлайн, чтобы тайт-лепились на стену и соединялись красной ниткой, как в том миме. Но очень скоро я понял. Мне стены не хватит. Поэтому я использую гринскрин. Я точно не копирую наикиджеки. Начнем, пожалуй, с самого начала, до появления всяких магов, до появления слуг, до начала войн Святого Граиля. На дворе у нас эпоха божества. Да, как оказывается, в самом начале Лора Фейта был временной примежуток, в котором по земле ходили боги, существовали мифические создания и... Я, блядь, не шучу. Физика, как всемирный закон, попросту не существовала. Да, оказывается, миром в то время управляло некое таинство, и я сам понятия не имею, что это такое, так что забейте на это. Я себе это как-то так представляю. Древний человек отпускает яблоко, физика пытается его уронить, а таинство такое «не-не-не-не-не-не, у нас тут не принято». И яблоко улетает на эту армию. Но все изменилось, когда народ Сефар развязал войну. Или просто Сефар. Следующий период носит название «Угасание». Этот титан по имени Сефар в Торксе и уничтожил большую часть света, и единственное, что его остановило, это великий меч Экскалибур. После нападения боги малость ослабли, таинство начало угасать, и физика такая «Эй, ну, может, яблоку пора упасть?» Так, мы плавно переходим к Эдрею. Боги малость раздражены тем фактом, что они не могут больше ступить на Землю, ибо они ослабли, поэтому они создают Гильгамеша, который на две трети бог. Потому что, видимо, богам поебать на математику. Сделано это для того, чтобы он стал эдаким людьми соединению богов и людей. Как мне объяснить Гильгамеша тому, кто не знаком со вселенной Фейта? Вот, знаете, мем — это какая-то крестьянская шутка, для которой я слишком богат? Так вот, представьте, что этот мем реинкарнировал и обрел разум и тело. Это Гильгамеш. Поскольку я помню, это крайне мощная тварь. Короче, он решает поставить против богов, и они такие, не... Я персонаж в междуреченской мифологии. Ну, да. Он не подчиняется нам? Да ладно, вы, должно быть, шутите. Это пранк, да? Где тут скрытая камера? Я нашел это MTV, не так ли? И благодаря этому боги больше не могут мешать людям. И с этого момента начинается эпоха людей. С нулевого года наша эра и численность людей не обрастает. Магия и чародейство заменяются на науку. И самое важное — физика теперь существует! Ура, парни! Я собирался купить хлопушку, но совсем об этом забыл. Аллан, можешь на монтаже добавить сюда хлопушку, пожалуйста? Спасибо. Да, пошло он нахер, таинство! У меня есть E равно MC квадрат. Так, помните, как я... Это, по-моему, был доктор Стоун. Я в самом начале видео сказал, что франшиза Фейт была про одну конкретную штуку под названием Святой Грааль. Ну, мы наконец-то переходим к обсуждению Святого Грааля. Видите? Ну, в принципе, это только 11 минут, могло быть все хуже. Ну, да. О, да. О, да. И это... Правда, лишь отчасти. В общем, в 19 веке эти эпичные магические геймерши, выходцы из семьи Айнсберн, нашли путь к Корню Акаши. Место с эпической геймерской магией. Они использовали Грааль, чтобы призвать семь героических душ, принесли их жертву и использовали полученную ману, чтобы призвать еще более Великий Грааль под названием... Великий Грааль, который имел доступ к Корню Акаши. Кайф! Ну, разумеется, все магические геймерши и геймеры... Это все... Это совсем не странно. Да. Не могли решить, кто получит доступ к этой магии. Так что они решили устроить великое собрание. Кто-то может даже назвать это Мэджик. Загазарин. Хотя... И все называют это Войной Святого Граиля. И мы, наконец, перешли к таймлайну со всеми войнами. Поверить не могу, что завалил всемирную историю, а сейчас собираюсь пересказывать какую-то выдуманную войну. Итак, вот первая война Святого Граиля, которая случилась в 1800-х. Это когда три основных семьи магов, Айнсберн, Тосака и Мата, так и не смогли... Оля, как я застопил. Хм? Говорится о том, кто получит доступ к Граалю. И они такие, ребят, у нас тут парочка слуг завалялась. Турнирная арка, турнирная арка, турнирная арка... ТУР! Это очень с натяжки можно назвать войной, потому что она уже походила на пьяную потасовку в ночном баре, которая завершилась, потому что всем стало скучно. Потом началась вторая война Святого Граиля. 1860-х, в которой участвовали те же стороны, но они окончательно ебанулись так, что все умерли, никто не выиграл, и их потомки такие... Погодите, нужны ли нам правила? Что такое Женевская конвенция? Потом началась... Да, действительно. Оф, мать! Оф, мать! Вы используете термин «Святой Грааль»? Бог, а можно им в страйк кинуть? Участники были не против, ибо они установили правила, и всем сказали... Итак, геймеры, нам нужна честная борьба. Не трогать глаза, не бить ниже пояса, и ради всего святого, не призывать запрещенных слуг. Аэнсберны призвали запрещенного слугу. Почему у них появился этот совершенно новый слуга? Не призывать. Они призвали. Как обычно. Такой, думаю, Angry Manga и вспомнил, что этот, у адреналина появился новый вкус. Game Fuel, который с манго. Но, сука, его не было еще ни разу по скидкам. Я не мог понять просто. Сегодня только прочитал внимательно, чем отличается. Простите за... Отвлекся. При крутым и сильном слухой, который автоматически выигрывает им войну, однако хер, там он довольно-таки слабый и вообще в итоге умирает. А еще он такой злой, что отравил Грааль. Потом происходит четвертая война Святого Грааля, раскрытая Фейт Зеро. Спойлерить не буду. И, наконец, мы переходим к главному папочке, который породил все, о чем мы сейчас... А, во, вот это я видел, Фейт Стейт Найт. Хе-хе-хе. Говорим. Пятая война Святого Грааля, также известная как Фейт Стейт Найт. История повествует о Шире, который сражается с помощью силы дружбы и ебле, в смысле трансфероманы, а этот CG-дракон снится мне в кошмарах. Важно здесь то, что у этой войны есть как минимум три разных таймлайна, потому что Фейт Стейт Найт был изначально визуальной новеллой с тремя рутами. Рут СБ, рут Край Бесконечных Клинков и рут Прикосновения Небес. Или простыми словами, у вас есть рут Сейбер, рут Лучше Девочки и рут Саккурус дополнительно еблей, то есть трансфероманы. Но это еще не конец, потому что дальше у нас есть Фейт Халлоу от Араксия, который вроде как сиквел к Фейт Стейт Найт, ибо события тут происходят спустя шесть месяцев. И возможно вы спросите, к какому из рутов относятся данный сиквел, и ответ очень прост. Да, однажды одна из главных героинь Фейт Стейт Найт Рин... А всем трем? А в смысле, это как? Что? Да, это звучит как франшиза The Elder Scrolls, а все свои косяки и проблемы выбора игроков предыдущих частей объясняет. Случился прорыв дракона. И случилось это, и это тоже случилось, и то тоже случилось. Просто примите это. Оно просто случилось? Был прорыв дракона, и все, все случилось. Все, что вот, и то, и то, и то, вот это все случилось. А прорыв дракона, это что, он пофапал и кончил на мир, или у него анус прорвало, или что у него прорвало? Это, типа, рвется ткань в пространство, и все, так сказать, сюжетные эти случились. И можно в игре находить книги, которые противоречат друг другу в плане событий, которые произошли. Кайф. История повествует о маге Базет, которую убили за кадром в оригинальном Fade State Night. Но теперь она жива, вместе с Ангром Майю, или же Энгриманго. Они оба застряли во временную петли, из-за чего им приходится переживать одни и те же четыре дня снова и снова, поэтому она пытается спастись, не исчезнув, ибо люди умирают, если они не существуют. Так как события происходят в одной временной петле, то перед нами, по сути, фейт, версия резера. Так что его можно назвать фейт-зера? Стоп. И знаете что? На этом основная серия. Мне стало интересно прям. Мы с тобой извращенные любители временных петель. Ага. Заканчивается. 15-28. По-моему, ничего не заканчивается. Мы справились. Это было довольно просто, да? Что мы с вами пропустили? Ой. Блядь. Конечно, мы собираемся создать огромный таймлайн со всем контентом. Знаешь, когда это, решаешь тесты на самостоятельное или контрольное, я такой, все, наконец-то. Было немного вопросов, я со всеми справился. Вот время почти закончилось, я сейчас буду сдавать, переворачиваешь листок, а там еще была куча вопросов. Блядь. А времени почти ни хера не осталось, такой, ебаная. Йок-макарек. Совсем не бывало, я думаю. Да. Так что, давайте опять повернем время в пять. О, боже. Алан, удали это, нахуй. Итак, начнем свои... Алан не удалил. Апокрив полностью повторяет оригинальный, за исключением Третьей войны Святого Граиля. Где таймлайн такой, знаете что? Нацисты. Не, ну а кто, блядь, еще, да? Конечно, если 30-й и 40-й год, конечно, нацисты. В Святого Граиля вступают нацисты, и вместо того, чтобы победить, они просто крадут Великий Грааль. А потом, трансильванский нацистский маг крадет украденый Грааль у нацистов. И потом нацисты проигрывают в мировой войне, как обычно. Переносимся в будущее, и там каким-то образом про Грааль узнал весь мир, и абсолютно все пытаются сделать его дешевую копию. Из-за этого наш знакомый трансильванский нацист-маг поклялся сделать войну Священного Граиля снова Великой. А потом он начинает Великую Войну Священного Граиля. Ой, да ладно. Я не наебываю, так и называется. Так что теперь вместо семи слуг у нас есть 14 слуг, разделенных на две команды. Красную и черную. Все верно? Это командный бой насмерть. В итоге у нас красный против черных, горячая мордор, это стольфо, заставляющий гетеро парней задуматься о поле, геев задуматься о поле, лесбиянок задуматься о поле. На меня задуматься о себе, ибо я потратил 400 баксов на член. Это событие Гитлер Стоинайт. Значит, меню у нас сегодняшнее меню для Эми. Вы заметили, что я сделал, да? Как по мне, это очередная альтернативная концовка. О, господи. Где никто не умер, все готовят вкусный ужин, играют в волейбол и радуются. Это канон, понятно? Никто не объяснил, где на таймлайне это происходит. Ну, мне плевать, они все счастливы. Это создано Акаши так, что это канон. Себе я представляю? Тут я вспомнила этого, господи. Мы смотрели дополнительную всякую фигню. Как оно там называется, господи. Про Лилушад. А-а-а. Как Геос, вот. А то, что, когда, блядь, это происходило? Они все живы, они все хорошо. Не, ну там хотя бы это потом говорится, что там это призраки или еще что-то такое, да. Там хоть какое-то объяснение было. Играть в визуальную новеллу по фейту, но через пять минут устал читать слова и просто вышел. И больше не вернулся. Такое-то извращение, играть в визуальную новеллу, если ты любишь читать. Да. Она, в принципе, для того, чтобы читать. Люди, многие говорят, что не играю в визуальную новеллу, а читаю. Потому что, ну, это и так, и так правильно. Ну, как бы да. По сути. И просто вышел. И больше не вернулся. А все эти персонажи просто веселятся и ждут, когда же, наконец, начнется война священного Граиля. Это и произошло. Это реальность, в которой Сидок Вей сыграл Фейт. Так, давайте я сделаю пузырь Фейт Стейнайта, куда я помещу Фейт Тигровый Колизей и Фейт Бесконечные Коды, потому что это просто игры-файтинги, хоть в основной серии они и так друг друга пиздят не меньше. Видимо, это аналог эпизода филлеров, которые нам не показали. Потом у нас Фейт Школьная Жизнь, которая является повседневностью спин-оффом во вселенной Фейт Стейнайт. Ах. Это просто немного другая перспектива на события после Фейт Зера, но перед Фейт Стейнайт с Уэйвером из Фейт Зера. Но Уэйвер перешел от папочка наступи меня до... О, я это, по-моему, смотрел, кстати. А он довольно ржачная херня, насколько я помню. Тебе уж точно понравится, с учетом того, что ты посмотрела Сейлор Мун. Хотя, ну, ты ж любишь Сейлор Мун. Ну, Маха Сёдзи, Маха Сёдзи рознь. Вот, но так-то да, я вижу, что это что-то, что бы мне понравилось. Она такая стёбненькая. Третье, чем я с головой кинулся во франшизу Фейта, я думал, что это спин-оп вообще ничего общего не имеет со вселенной Фейта, но нет. Собственно говоря, я не знал, что это Фейт, когда смотрел это. Мало того, что она напрямую отходит от основного таймлайна, так в этой ответвляющейся вселенной находятся ещё две отдельных вселенных. А? Это юбанная мультивселенная Ильи. И в начале мультивселенной Ильи... Нет, самой Ильи. О, боже, как же я люблю тебя, Фейт, но почему тебе нужно всё настолько усложнять, а? Так, я попытаюсь объяснить, потерпите. Первая часть мультивселенной раскрывается в фильме «Клятва под снегом», где рассказывается про девочку по имени Мию, поэтому мы зовём это Мию Вселенной, потому что её имя Мию и она дитя бога. Забейте на это. Её принимает к себе Широ, потому что это необычная война Святого Граиля, война Святого Граиля Эйнсворт. Угадайте, почему это война Святого Граиля Эйнсворт? Потому что её начало Эйнсворт. Затем Широ отправляет Мию в альтернативную вселенную под названием «Милия Вселенная», где вокруг чая, любовь и понимание. Ибо Четвёртая война Святого Граиля не случилась, и Кирицугу Отец Года. Они занимаются милыми вещами, они занимаются милыми вещами, а ещё они занимаются друг другом. Это вселенная... Вот, я, по-моему, вот именно вот эту видел. ...в которой находятся первые два сезона «Призма-Или». Но потом выходит третий сезон, который возвращается обратно в Мию Вселенную. И если это, по-вашему, усложняет темлайн, то как насчёт этого? В оригинальном «Фэйт Стэй Найт» или «Восемнадцать лет». Ей восемнадцать. Она старше Шира. Но былия вселенной, она того же возраста, как на момент расхождения таймлайнов, что в теории должно делать её точно такого же возраста, какого она была в «Фэйт Стэй Найт». Но это не так. И в этих тайтлах очень явно показано, что ей там гораздо меньше восемнадцати лет. Так что в итоге, Фэйт? Сколько ей? Я должен это знать. Я бы мог сказать, забей на это. Но Фэбэр это за меня сделает. Итак, уходим от этого ебанутого правового ворота. Перед нами Фэйт, также известный как Фэйт Экстра. Это лоли, которая легальна или нелегальна, как тебе удобно. Ага. Я так думаю, если начинать смотреть Фэйт, это просто безумное падение в кроличью нору. Да. Эмлайн эсэн Гриманго после Третьей войны за Святой Граль. В мире начинает исчезать все магии из-за чего-то. В 2030-х все маги становятся хакерами и пытаются взломать луну, потому что на луне есть суперкомпьютер, оставленный пришельцами. КАКОЛА! What? Ладно, окей, продолжай. Внутри суперкомпьютера на луне находится цифровой мир. Так что этот суперкомпьютер на луне устраивает виртуальную войну Святого Грали и луна на самом деле живая. А-а-а. Я не знал, насколько это безумно. Про луну. Я не прочитал вслух. Забей на это. Да, оказывается, луна знает какое-то дерьмо, и ее можно взломать, а еще на ней есть Рин, Сакура и Кире из оригинальной Fade Stay Night. Но это не настоящий Рин, Сакура и Кире из оригинального Fade Stay Night. Вы что, совсем тупые? Это просто персонажи, которые выглядят, одеваются и говорят точно так же. Но они другие. Вы на это еще не забили? Ибо я забил. Здесь есть игры Fade Extra и Fade Extra в прямой оси. А еще есть аниме Fade Extra, последний вызов. А, Fade Extella, то есть, Fade есть игра даже на PS4. Ё-моё. Которая находится в своем собственном таймлайне, который находится в 3000 году. Где есть пра-пра-пра-правнучка Рин. Просто ебаная Рин. Fade Великий Приказ. О боже, только не разбор Fade Великий Приказ. Ладно. Теперь мы точно в аду. Fade Go это мобильная гачи игра плюс пара аниме-адаптации, где никогда не случалась Первая война Святого Граиля. Миру по какой-то причине пиздец, а тебе нужно путешествовать назад по времени, чтобы исправить злоебучий таймлайн. И каждый отдельный таймлайн. Короче, это выглядит как это. Как франшиза, сделанная для того, чтобы подлатать, прикрыть, исправить, и поправить все свои обосрамсы и несостыковки в предыдущих. И просто бесконечно качать бабло из одного и того же имени. Да, причем вот реально он расскажет. И такой персонаж. Такое ощущение, что это все прям вот один в один повторяется каждый раз. Если я начну смотреть, и после одного сезона, следующий сезон будет чуть ли не копировать предыдущий сезон, я просто это брошу нахуй. Выберу то, что отличается, и посмотрю. Ну, говорят, что там есть прям очень годные анимухи. Ну, Fade Stay Night мне понравился. Он довольно неплох. Теймлайн называется сингулярностью. Короче, представьте, Fade Назад в будущее, но у него 7 сиквелов, каждый с новым расходящимся таймлайном. И ты не хочешь выебать свою мать, ты хочешь выебать всех слуг. Итак, для простоты, думаю, будет проще, если я просто нарисую вам таймлайн Fade Go. А здесь, в отдельном уголке, появится Fade. Шикарный таймлайн. Прототип, который является оригинальным концептом в серии Fade от Кино Кунасу, где король Артур — это парень? Иди отсюда со своей неисторичностью. По сути, это не существующий проект, ибо единственное, что было сделано, это 12-минутный трейлер, созданный для фан-сервиса. И всё становится ещё более безумно, если учесть Fade прототип, фрагменты небесного серебра, который является приквелом к Fade прототипу. Который не существует. Полноценную лайт-новеллу к 12-минутной рекламе. Не ожидал, что фанаты Fade настолько жаждут контента. А Type Moon такие просто «Окей, фанаты Fade, открывайте пошире». Контент. Давай всё. Да-да-да, это ему так выглядит. И в принципе не существует, имеется побочная история Fade лабиринт. Побочная история! Ну, знаете, я таки начала читать манху про Папа-данс. Почему фанаты Цуки Хэмэ совершают суицид? Можно догадаться, что я эту строчку давно написал? Ебать, вот так нежданчик. И всё это было совершенно отдельное альтернативное, не связанное с оригинальной. Но я сейчас на полном, блядь, серьёзе. Одному из персонажей снится сон, который связывает эту вселенную со вселенной Fade Stay Night. Это буквально канон из-за сна. Итак, мы почти закончили. За что? Странная подделка. Это сериал-эдновелл, события, который происходят после Пятой войны Святого Граиля в Америке, где они устраивают свою войну с Блокджеком и шлюхами. Плюс автор тот же, что и у Бакано. Для справки, мы не до конца уверены ответвление, ли это от основного темлайна или просто альтернативная история, но кое в чём мы уверены. В существовании слуги смотрителя, который является ебучим китом в небе. Простите меня. Я пропустил легендарь. Освободите Билли, это теперь у нас легендарный герой, да? Вот Фейт Тип Редлайн, история про токи в 40-х. Нацисты опять засвоённые японцы в этот раз вместе с ними. Это третья война Святого Граиля, не имеющая связи с другими краями. Художником выступил мангако Истребителя Демонов. Это Фейтрек. Про него пока мало что известно, ибо официального перевода пока нет. Но мы знаем, что он происходит в будущем после очередной войны Святого Граиля и каким-то образом у всех появился собственный Святой Граиль. А ещё там есть новый слуга по имени Вояджер. И я думал, что это спутник Вояджер, однако я в душе не ебу, каким образом космический спутник мог стать слугой. Не говоря уже о шотобландине. Не говоря уже о шотобландине в космическом спутнике, не говорите мнение забивать на это, потому что я всё равно забью. Видите, насколько мне на это пофиг? Я вообще забил на этот факт. Но реально, каким су... И наконец, в пузыре, внутри пузыря, внутри ёбаного измерения находится карнавальный фантазм. А? Все персонажи вселенной Фейт и других работ Насу просто весело проводят время. Тайтл бессмысленный и понятия не имею, где он на таймлайне. Видимо, это отдельная реальность, где Акаша ушла нахуй в запой. Вот и всё. Это длинная версия. Всё? Я не уверен. Где все остальные тайтлы Насу вселенной? Ты про них расскажешь? Да. Как насчёт нет? Изначально это должно быть очень длинное видео, где я бы говорил про безумные факты из вселенной Фейта. Но когда я начал его делать, я быстро понял. Мне понадобится 20 минут на один ебучий таймлайн. Знаете что? Это может быть первая часть моей серии лекций из самых глубин ада. Потому что самая ужасная часть Фейта это то, что после исследования таймлайна, после прочтения лора, после траты времени на потребление контента и прочтения десятков страниц фанатской вики по вселенной, Фейт оказывается логичным. О боже, эта схема выглядит для меня понятной. Полный таймлайн это, наверное, самая простая часть лора Фейта. Фейт это всепоглощающая бездна, и чем дальше ты в нее падаешь, тем темнее она становится. Люди гадают, что находится на дне бездны в созданной бездне. Там просто ебаный вход в нару Фейта. Хотите поесть короткую версию новички? Смотрите любой из этих двух, потом смотрите вот это, а потом вообще поебать, смотрите любой. Или знаете что? Пошло оно нахуй. Начинайте с серии спин-оффов. Начните с поцелуя лоля лесбиянок, начните с Фейт Мастер Шеф. Бля, да хоть сдаденься, начинайте. Главное, игнорируйте весь пиздец в комментариях под видео. На самом деле, не важно, с чего вы начнете. Если Тайтл кажется интересным, то идите и смотрите. Проблема в том, что очень много... Главное, все записывайте в блокнотик, чтобы по десятому разу не начинали. Да, что ты посмотрел? Фейт удобная франшиза. Откуда не начни, можно начинать. Ну да. Люди, одержимая оптимизацией порядка просмотра и чтения Фейта. Но они забывают очень простую истину. Если вам нравится Тайтл, и он затягивает вас во вселенную Фейта, то кому какая плит разница, в каком порядке вы его смотрите? Серьезно, отходя от всех мемов, лор Фейта может быть тем еще клубком для распутывания, но это отличная франшиза. Это франшиза, где бы... я вселенную Толкина читала, начиная с кусочка Хоббита, потом две крепости прочитала. Потом посмотрела первый фильм. И несколько лет так было, потом я прочитала Хоббита, и короче, да, через эн лет уже посмотрела все фильмы, а потом прочитала все книги. Просто примите это. Как бы это нормально. Можете увидеть замечательные битвы, шикарный экшен, чудесные моменты, которые вы запомните. А потом приходит Томас Эдисон в виде лева. Если вы досмотрели видео, ничего до этого не знали, как франшизу, и благодаря нему решили начать смотреть Фейт, вы что совсем ебанутые? Это заинтересовало вас в фейте? О боже, почему вы просто не послушали меня в первый раз и не выбрали короткую версию? Знаете, что? В пизду. Я все. Я все. Я больше не возьмусь за фейт. Я реально с ума сойду. Капец. Как мы поверим? Знаете, что? Я соврал. Это даже не длинная версия. Всем привет. Я очень надеюсь, что вам понравилось. Да уж, это видео находилось на стадии производства слишком уж долго. В основном потому, что подготовка к нему была завершена еще в прошлом году. Я очень надеюсь, что вам понравилось сначала, ибо на него ушло очень много сил. Не знаю, заметили ли вы это, но мне очень понравилось его снимать. Я и мой партнер по монтажу до последнего откладывали это видео, ибо знали, сколько на него уйдет времени. Да, как я сказал ранее, скорее всего, это будет не единственное видео по фейту. Ибо материала мы подготовили гораздо больше, чем я вставил в этот конкретный ролик. Надеюсь, вы будете ждать продолжения, потому что и я, и мой партнер по монтажу ждем-не дождемся этого момента. Да, Алан? Ну и Алан. Такой шутник. В любом случае, у меня все, больше новостей нет. С вами был Гигук, и... Надеюсь, вы готовы к аду, который нас ждет. Ибо я нет. Спасибо за просмотр. Переведено и озвучено студии Дрангтанк. Перевел Глеб Никифоров. Ролик озвучил Семен Гефсикер. Спасибо всем, кто поддерживает наш канал. И не забывайте про нашу... Заинтересовалась. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на наш канал Забавно, когда ты посмотрел что-то из фей... Ну, когда ты посмотрел фейт, и ты знаешь, что фейт. Но когда ты посмотрел что-то из фейта, и ты такой, а, это был фейт. Ну, у меня да. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.